Что такое запой? Запой это прежде всего состояние, которое присуще больным алкогольным болезням. Это когда человек длительное время, выпивая, не может самостоятельно бросить пить. Эти люди в априори не признают себя больными и в априори не видят проблем с алкоголем. Дам несколько практических советов, как убедить такого пациента лечь на стационар в больницу. Прежде всего, перестаньте прикрывать его запои, перестаньте прикрывать его долги и перестаньте прикрывать его прогулы на работе. Он должен понимать, что за все свои поступки он должен отвечать самостоятельно. Во-вторых, подберите момент, когда пациент дома трезвый и проведите беседу с глазу на глаз. Очертите ему четко границы и предоставьте ему факты, за пределы которых, когда он зайдет, чтобы он понимал, что рассчитывать на вашу помощь он больше не сможет. И уже при таком разговоре вы должны иметь информацию о том, кто в вашем городе занимается лечением и оказанием такой квалифицированной помощи. В виде помощи в введении запоев на дому. И тогда, возможно, данный пациент согласится поступить на стационар лечения. Но наступает момент, когда трезвого разговора не вышло и запой продолжается у вас на глазах дома. Естественно, такому пациенту нужно оказывать медицинскую помощь. При этом вы должны учитывать возраст пациента, вы должны учитывать сопутствующую патологию, которую он имеет на данный момент. Вы должны учитывать длительность его алкоголизации. И самое главное, эту помощь должны оказывать квалифицированные специалисты. Пожалуйста, не занимайтесь дома в введении запоя подручными средствами. Вам повезет первый раз, вам повезет второй раз. Третьего может не быть. Потому что данное состояние, оно чревато даже серьезными последствиями. Инсульт, инфаркт и смертельный исход. И это в априори не вписывается в концепцию осознания пациентов сложности того состояния. То бишь критичного отношения к этому состоянию. И он думает, что в дальнейшем ему опять повезет без наблюдения квалифицированного специалиста выйти из запоя. Нельзя этого допускать. Нужно убедить пациента лечиться, потому что иначе вы можете потерять своего близкого. На дому проводится, скажем так, первичная медицинская помощь. Это дезинтоксикация. Прежде всего пациенту нужно снять психопатическое возбуждение. Пациенту нужно убрать вегидативную симптоматику. Пациента нужно успокоить и дать ему медикаментозный сон. Опять же, все, что я назвал, это требует квалификации. Квалификации специалиста, который уже неоднократно это проводил. И тогда, возможно, оказание данной помощи пройдет успешно. И опять же, повторюсь, не занимайтесь выведением данного состояния подручными средствами. Старайтесь пациента все-таки, если вы видите, что у него есть ярко выраженная, серьезная сопутствующая патология, убедить на лечении стационара. Преимущество стационара – это ежесуточное наблюдение и мгновенная реакция доктора на любые изменения со стороны организма пациента. Субтитры создавал DimaTorzok